На стоянке в Минске обнаружили 9 емобилей, как пишет портал автотудбай. Машины были выставлены на продажу еще в 2018 году, однако из-за огромной цены их никто не хочет покупать. Так ли это и какова судьба автомобилей, оставшихся от проекта миллиардера Прохорова? В Минске обнаружена свалка емобилей. Об этом сообщает портал автотудбай. 9 российских автомобилей с гибридным двигателем стоят на одной из промзон белорусской столицы. Авторы материала связывают это с объявлениями о продаже емобилей по завышенным ценам. В 2018 году предприимчивый Минчанин выставил на автору несколько моделей кросс-купе, ее кросс-бэк и ее фургон. Как говорится, на странице продавца это прототипы, построенные компанией ее инжиниринг с 2010 по 2014 годы. Опросил он за них от 32 до 200 тысяч долларов в зависимости от состояния, работоспособности и наличия документов. При этом изначально производитель рассчитывал, что легковой геомобиль будет стоить 2 миллиона рублей, то есть 27 тысяч долларов, комментирует автоэксперт Игорь Маржареттан. Ну, естественно, что чудак, потому что если они стоят непроданные до сих пор, значит, они никому не нужны. Я не очень понимаю статус этих машин на сегодняшний день, потому что никому неизвестно, получали ли они какие-то документы. В России, например, для того, чтобы выпустить автомобиль на улицу, нужен документ под названием ОТТС, одобрение типа транспортного средства. Дается или на партию автомобиля, или на штучные машины. Без него нельзя автомобиль зарегистрировать. Вообще, находятся ли они на ходу, я тоже не знаю. Знаю только, что эти автомобили были вообще-то не серийными, даже не предсерийными автомобилями, а некими мулами. Термин есть такой в автопроме, когда берется некая существующая платформа, и на нее устанавливаются некие агрегаты, в данном случае кузов. Насколько я знаю, платформу брали просто готовые, покупали автомобили Тойота, значит, снимали с нее кузов все навесное оборудование и ставили свое. Можно ли вообще получить на эти автомобили какие-то документы, я тоже не знаю, поскольку таких прецедентов не помню. Кто их захочет купить, тоже не очень понятно, разве что какой-нибудь коллекционер, которому они нужны в коллекцию, чтобы стоял и им показывали. Проект был такой совершенно безумный, вот, пожалуйста, его результат. Такие автомобили периодически выплывают. У нас не так давно выплыла одна из трех, по-моему, машин «Маруся», которые были в Москве собраны. Говорят, один из этих трех автомобилей недавно выплыл, даже там какие-то разговоры были, что его доведут до ума. Игорь Маржаретта, автоэксперт. Выпуск ее мобилей должен был начаться в мае 2012 года, но проект так и не был запущен. В 2011 году за рулем первого прототипа ее кросс-купе проехал лично президент Путин. Он осмотрел машину в Новоогореве, после чего отправился на ней в резиденцию «Горки-9», где тогдашний президент Медведев проводил заседание совбеза. Комментируя опубликованные тут-бай-фотографии, бывший главный конструктор ее мобиля Андрей Гинсбург сказал, цитирую, «Да, это именно та машина, на которой ездил Путин, но сейчас это просто мусор». Конец этапы. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»